В то время как на центральном старте 35-й открытой всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» в Ехраме «Яблоку негде упасть», на нашей родной земле в спортивном парке отдыха имени героя России Ларисы Лазутиной все спокойно и размеренно. Почетных гостей сотрудников аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации и их семьи встречали глава района Андрей Иванов и прославленная лыжница, чье имя носит спортивный парк отдыха Лариса Лазутина. Перед началом забега многократно олимпийская чемпионка провела для всех короткую разминку. Она-то и помогла участникам праздника в это морозное зимнее утро хорошенько взбодриться, размяться и настроиться на отличные результаты. Ведь впереди сдача норм ГТО на дистанциях в 1,5 километров. Любое мероприятие, которое спортивное проходит или культурно-массовое здесь на трассе, нас всегда это радует. Потому что, вы знаете, занятие на свежем воздухе, это всегда оздоравливает, придает такой хороший эмоциональный фон человеку и настроение, безусловно. И, конечно, хотелось, мы всегда говорим о здоровье нации. Вот видите, вот я думаю, что с 9 утра мы как раз и занимаемся оздоровлением. Итак, все на старте и уже готовы. Звучит выстрел, и мы видим, как лыжники стремительно набирают скорость. Они буквально проносятся мимо ликующих родственников, друзей и гостей парка. Ожидание первых участников подзатянулось и казалось, что к финишу спортсмены не сильно торопятся. Но такое ощущение было ошибочным. Все дело в том, что абсолютно все участники забега решили, что один километр – это пустяки, и побежали на пять. А это уже хорошая заявка. Сразу видно, что эти люди сюда пришли не только ради участия. Все они являются поклонниками такого популярного и массового вида спорта, как лыжные гонки. Нагрузка приличная. Сегодня мы вместе с сотрудниками аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе сдавали нормы ГТО. Есть на то соответствующие указания президента Российской Федерации. И мы как чиновники выполняем это поручение. Мы пробежали вместе пять километров. Кто-то в легком стиле, свободном, кто-то коньковым. Я пытался дать себе дополнительную нагрузку. Мне еще сегодня играть в Никольском поселении. Как раз хорошая зарядка, хорошая разминка перед предстоящей ледовой баталией. Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Георгий Бурцев в свою очередь остался доволен и гостеприимством, и трассой, и самим парком, в котором он побывал впервые. Потрясающее место. Мы здесь первый раз, к сожалению. А сегодняшний праздник удался. Я считаю, что была организация очень хорошая. Трасса была подготовлена великолепно. Погода, видите, тоже отличная. Все получили максимум здоровья, максимум положительных эмоций. Спасибо и судьям, спасибо и участникам. Наступила самая приятная часть праздника – награждение. На пьедестал гордо взбираются самые юные участники забега. За ними выходят зрелые и опытные лыжники. Далее следуют победители, чьи результаты оказались самыми лучшими. И вскоре к ним присоединяются абсолютно все участники гонки. Медалей и памятных сувениров хватило каждому. Никто в этот день не остался без внимания. Ну а эмоции от спортивного праздника, как признаются его участники, еще долгое время будут греть их сердца. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».